Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей рубрики Путь за Локомотив к Лиге Чемпионов Сегодня у нас второй тур, максимум в этой рубрике у нас может быть до финала, это логично, но и минимум это весь групповой этап Дальше мы закончим, даже если займем третью строчку, но мы будем бороться, сегодня у нас игра против Атлетика Мадрид дома В реальной жизни Локомотив проиграл со счетом 2-0 мадридцам Ну и состав я практически не хочу менять, оставляю такой, как он и был на матче с Байером Жоа Марио здесь у нас еще, что-то стрелочка какая-то, не знаю, она была или нет здесь, ну ладно В общем, такой мы и оставляем Могу, конечно, Миранчуков поменять и выпустить Жоа Марио, но пока что мне все-таки Миранчики больше нравятся на поле Они хорошо сыграны и за них приятно играть Итак, снова этот матч, Локомотив-Атлетика встречались уже не так давно в Лиге Европы в плей-офф, но сейчас групповой раунд Лиги Чемпионов Поехали! Итак, дождь, проливной дождь в Черкизово, Локомотив принимает Матрасников Сегодня на поле сойдут две интереснейшие команды Локомотив в прошлом сезоне поборолся и занял вторую строчку в чемпионате Несколько сезонов назад встретился Атлетика Кстати, проиграли Атлетика Ювентус со счетом 2-1 Атлетика пару лет назад выиграли Лигу Европы Так что неплохо так пошумели они в Европе Да и до сих пор они шумят в Европе Атлетикой Каждый год борются за Лигу Чемпионов Но попасть в финал, к сожалению, так и не могут Последний раз, если я не ошибаюсь, в году 14-15 или 15-16 Тогда они там 3 года Лиги Чемпионов В двух они участвовали и против Мадридского Реала Вроде, где они и проиграли им Но, поехали Сегодня у нас Локомотив Атлетика Я пойду сразу в защитную тактику Пока что атаковать я не намерен А вот и Диего Коста, Хюведес, доигрывай до конца, нет Вот так вот дооборонялся На второй минуте уже испанец забивает И становится счет 1-0 Ну а теперь у меня просто нету шансов Я не могу просто так отдать игру под владение Атлетикой Я собираюсь идти тоже в атаку Правого защитника проходить Ну и вот она шикарная передача Гильерми шикарно спасает И отлично мы отборолись, отзащищались Джигаш Криховяк Федор Смолов Пониже здесь на Алексея Миранчука Миранчук На Смолова Смолов Он отдает на Джефферсона Фарфана передачу Отлично Тот для себя обрабатывает мяч Здесь уже Антон Миранчук Его рабочая правая сейчас была Но уже очень много было соперников На этом мяче Ну и все Пока что выбивают мяч игроки Атлетикой С штрафной И бегут Начинать свою атаку Но пока что Фарфан замечательно Прерывает контратаку Атлетика Смолов с мячом Криховяк Баринов Чуть пониже на Смолова Но Не получилось Криховяк снова с мячом А здесь и Баринов Но нет Момент-то отличный был Довели как раз Дмитрия Баринова Мы практически до гола Но Там первым на мяче оказался Ян Облак И вот идет Томас Лемар Он тролирует пока что игру Атлетика Но они могут себе это позволить Они ведут сейчас в счете И Смолов до сих пор владеет мячом Это отлично До сих пор И можно идти дальше Можно входить уже в штрафную На ложном замахе убирает Но прямо по ногам получает Но штрафного и даже пенальти Не было Даже намека на нарушение Тоже все было чисто По мнению арбитра Второго Кришчано Роналдо В составе Идет навес Сейчас Гильерми справляется Пока что Последовал навес Очень опасное добивание Сейчас Гильерми справляется По статистике Все очень плохо 7 ударов 7 створ у Атлетика 2 удара 1 створ только У Локомотива Они оба одинаково себя чувствуют Сейчас И пожалуй я поменяю Все таки Антона Миранчука На Жоа Марио Поэтому все таки Пусть Алексей Миранчук Пойдет на левый фланг Смолов Отдает передачу на Баринова Баринов Баринов попадает в штангу Друзья Вот этот момент Ключевой Который мог бы сейчас бы Исправить всю ситуацию В матче Был бы счет 1-1 Это был бы знаменательный бы гол В этом сезоне уж точно Для Локомотива В историю бы этот гол бы вошел Но нет Попадает Баринов в штангу Мы контролируем игру Фарфан отлично Весь право фланг для тебя брат Только осталось бежать Прострелить и забить Это Федя Смолов 1-1 Локомотив играет до последнего Друзья Не забил конечно Баринов Ударом с касания Попал он в штангу Но здесь все было Замечательно Отлично Фарфан Чуть ли там не нарушение было Но вот Этот удар в касание От Феди Смолова Феди Смолова Естественно после чемпионата мира Недолюбливают Многие болельщики Футбола И эксперты Все таки говорят Что тот пенальти Был Пижонским В ворота сборной Хорватии Но Смолов должен До конца Играть И Вернуть к себе доверие То которое у него было Еще в Краснодаре Когда За ним интересовался Вестхэм И дортмундская Барусия А Смола видит Жоа Марио И это хороший Шанс И это хороший шанс Миранчук Безофсайдно Алексей 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 на Жоа Марио Жоа Марио 2-1 Друзья Локомотив Камбэчнул Локомотив Забивает И это 2-1 Жоа Марио Вышел на замену И забил Был бы на этой бы позиции Алексей Миранчук Которого мы передвинули На левый фланг Он бы не забил Потому что именно Под правую ногу Здесь все отлично Вот здесь пошла эта передача Нашли мы в центре Жоа Марио И отлично В дальний угол Пробили Ну что же Диего Симеоне Естественно Немножко расстроен Потому что они Контролировали Ход событий И вот за вот эти 5 минут Федя Смолов И Жоа Марио Сделали что-то Невероятное А если бы Друзья Еще бы забил бы Димка Баринов Был бы счет Был бы уже бы Для Атлетика уж точно Для них-то это разгромно От Локомотива 3-1 бы горели Но Все равно Минимальная Наша пока что Выигрышная Позиция сейчас И нельзя Нельзя нам сейчас Теряться И в защите Жоа Марио Стеночку с Эдером А здесь снова Эдер Как же ты не попал Сейчас брат Не дай бог Этот момент Станет потом Решающим Вот не дай бог Надо выбросить эти мысли И идти забивать Еще Это победа Миранчука на фланг Алексея И выпустил Жоа Марио И за 5 минут Мы смогли перевернуть Эту игру Все друзья Было шикарно По статистике Посмотрите Мы довели Во втором тайме Удары на равные Даже уже И удары в створ Тоже очень близки были Владение мячом До сих пор было За Атлетиком Отборов Почти на равных Нарушений 2-2 И угловых Мы даже подали больше Точность ударов Естественно Идет за Атлетика Ну и точность Пасов Идентичны 82-86 Лучшим игроком Этого матча Валяется Федя Смолов Он забил гол И все отлично Также Голевые сегодня Отдал Алексей Миранчук И Джефферсон Фарфан У Атлетика Мадрид Голевые отдал Жоа Феликс На Диего Косту Ну что же Отлично А так Реал Мадрид В параллельном матче Обыграл клуб Брюги Но нам это не сильно интересно Нам интересно Как сыграет Ювентус Против Байера Нам нужно Естественно Чтобы Ювентус Сейчас обыгрывал Байера Потому что у нас Байером равенца очков Да Ювентус обыграл Байер Сейчас мы даже узнаем С каким счетом Со счетом 2-1 Пока что Идентичные две победы У Ювентуса Со счетом 2-1 Они играли И Два поражения У Атлетика С таким же счетом 2-1 Но мы пока что Отлично идем В первых двух строчках Вместе с Ювентусом Но сейчас у нас будет В следующем выпуске Игра именно с ними С Крещано Роналдо С Пауло Дебалой Честный Все они там будут Пока что для меня Все это очень нравится И будем Мы наверное Топить Действительно за Атлетика В матче против Байера Есть у нас шанс Если мы даже Проиграем Ювентус Что скорее всего И будет То Байер Потеряет Свою третью строчку И на нее Поднимется Атлетика С тремя очками Но мы все равно Будем держаться На второй строчке Мне пока что Если будет Вот такой вот результат После Шести Туров Меня будет Это все устраивать Мне на первую строчку Даже зарекаться страшно Так что все У нас пока что Отлично Бернард Сильва Пока что Четыре мяча Забивает Лучший бомбардир На второй Тур Ну а у нас Третий тур Но это в следующем выпуске Так что давайте Наберем здесь Двадцать лайков И сразу же Я сажусь за Монтаж Третьего Тура Лиги чемпионов За локомотив С вами был Андрей Канал футбол Это жизнь До новых встреч Друзья До свидания Друзья